встреча ижорская земля или как говорят ингрия здесь во всеволжском районе в годы великой отечественной войны не было ноги фашиста и проходила дорога жизни и малоизвестная дорога смерти гуляя по колтушам решил заглянуть в очень интересное место которое находится здесь это прям наукоград место где творили известные ученые и самый главный выдающийся деятель который здесь жил и работал был академик павлов помните да собака рефлексы такое интересное место его конечно грех не посетить так что погуляю по академгородку посмотрю какие-то интересные моменты и конечно же покажу вам а вы мотайте на ус думаю получится очень любопытно нахожусь у института павлова очень интересное такое историческое место посмотрите как все выглядит шестидесятых годах построили этот корпус вот вокруг территория вот эти интересные голландские или немецкие домики когда-то здесь работали и жили сотрудники вот здесь была лаборатория но к сожалению сейчас все это закрылось и они ждут субсидий к столетию института может быть что-то удастся восстановить вернуть к жизни пока конечно все это выглядит немножко потрачено утрачено так если вы слышите лают собаки вот там где-то находится виварий с собаками и обезьянами то есть есть макаки а шимпанзе уже нету то есть немножко оскудел у них их их выборка из животных на которых можно экспериментировать на заднем дворе вот такие шахты когда-то здесь было и сейчас есть бомбоубежище готовились ко всему а там у нас очень интересный объект сейчас я направляюсь к нему академ городок павлова интересный такой домик вроде бы уехал из псковской области но она меня не отпускает все равно нахожу заброшенные дома и не где-нибудь а в академ городке я не буду конечно разыгрывать спектакль я там был сейчас внутри какая-то у нас подсобка подсобное хозяйство ну естественно все какое-то заброшенное кинутая ужас такие легендарные места и брошены это конечно не порядок товарищи беда беда огорчение внимание это у нас центр генетики россии именно здесь жил и работал павлов да смотрите все под подожгли какие-то вандалы все разрушили и до сих пор точно не знает кто и как это сделал то есть кто-то поджег ночью есть много версий я например слышал что застройщики хотели отжать землю и соответственно подожгли чтобы здесь построить какое-то элитное жилье кто-то отрицает это но факт остается фактом мы видим руины вот эти головешки опаленные угли место где жил и работал павлов вдумайтесь это должно охраняться просто за как кремль то есть это народное достояние федерального значения но все таки смотрите что-то делается они накрыли все сеткой чтобы народ не трогал не ходил потому что каждая головяшка внимание охраняется юнеско блин это анекдот это реально анекдот вот этот объект охраняется юнеско нет ну что-то вы подобное вообще где-то видели я нет я в шоке честно написано опасная зона когда-то здесь кипела жизнь сейчас конечно все немножечко мрачно там у нас горит свет значит кто-то есть но попасть внутрь не знаю может удастся скорее всего нет экспериментальная генетика высшей нервной деятельности вот в этом интересном здании стиле конструктивизма наблюдательность и наблюдательность ну да способ науки это наблюдение эксперимент так что у нас за табличка в этом научном городке с 23 по 36 год работал великий русский физиолог иван петрович павлов в те времена у сотрудников института во главе с павловым возникло желание удалиться из центра петербурга с его вибрациями и шумом в сельскую местность колтушей где и заняться исследованиями здесь животные люди чувствуют себя лучше нобелевская медаль павлова опыт не входить актуально не только для сферы науки камера условных рефлексов здесь изолировали собаку для улучшения показателей экспериментов результат павлова раздражителем является не только наличие стимула но его отсутствие кстати есть связь института с нашей знаменитой космической программой академик александр уголев работающий здесь разрабатывал пищевые рационы для космонавтов первопроходцев бывшая силиконовая долина на советский манер в окружении альпийских шале красивая осень и аллея бюстов самые отличившиеся в биологии мужи сечин павлов и так далее так далее на фоне вот этой академии место экспериментальной генетики вот и конечно же место уникальное потрясающее и одна из доблести советского союза что она что она создавала касты были касты тружеников работяг были касты научных сотрудников это конечно честь и хвала советскому союзу что такие люди воспевались появлялись это здорово а это двигало прогресс вперед сейчас к сожалению эти касты уничтожены не почитаются они нувелированы можно даже это понять по состоянию городка где здесь молодая кровь где энергия задор какие-то новые проекты все сделано просто под туризм все объекты как-то превращены в инсталляции и честно говоря но сердце кровью обливается что по идее это все труды которые должны подхватывать новые поколения и генетику не знаю пускать массы чтобы были ученые были люди которые этим занимаются академики но я например не знаю ни одного парня или девушки которая была бы каким-то научным сотрудником потому что это не востребовано вот это грусть тоска да у нас все оптово розничная торговля нужны продавцы менеджеры органайзеры вот таких людей светлых умных мудрых с талантом научным каким-то подходом к миру и все меньше и меньше то есть страна превращается все больше просто в бензоколонку с последними событиями так вообще в пилораму вот такое у меня получилось исследование этого места такой ликбеса я вам прочитал если будет время приезжайте в колтуши и посетите это место я думаю вы узнаете много что интересного для себя кто тут кто ты такой тут и за красавица банда открыточный вид колтушей озеро местный биг бен колбен колтушский бен храм уточки и набережная и и и и